Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я отвечу на ваши вопросы к своим видео по замене тазобедренного сустава. Катерина спрашивает, Лена, скажите, пожалуйста, есть ли диагноз асептический некроз, эндопротезирование одинаково же поможет человеку? Или, например, в моем диагнозе будет он меньше стоять по времени? Или это не играет никакой роли, какой диагноз? Я думаю, что любой диагноз играет большую роль. Асептический некроз и коксартроз, как в моем случае, это, наверное, похоже, потому что кокс – это сустав, то есть у меня было разрушение сустава, а асептический некроз – это нарушение кровоснабжения головки сустава, то есть это тоже разрушается сам сустав. В асептическом некрозе, точно так же, как и у меня в коксартрозе, есть четыре стадии. Это первая стадия, на которой идут микроизменения, на которой вы ничего не замечаете. Это вторая стадия, когда иногда вы можете испытывать дискомфорт, когда долго походили или занимались физической нагрузкой. Третья стадия – это тогда, когда уже начинается боль, и вот я обратилась, я сделала снимок, у меня была вторая стадия. То есть на второй стадии уже даже на обычном рентген-снимке у меня увидели и поставили диагноз коксартроза. А чтобы определить его на более ранней стадии, это нужно сделать МРТ. МРТ видит сразу, даже начальной стадии, пока еще вам не начало болеть. Но вряд ли вы этим будете заниматься, если вам не болит нога. И далее уже четвертая стадия – это такая непроходящая острая боль. Вот я свою операцию делала на грани третья-четвертая стадии. У меня в снимке МРТ так и было написано – третья-четвертая стадия коксартроза. И единственный совет, который я могу дать – это не затягивать до четвертой степени ни в коксартрозе, ни в некрозе. Потому что если бы я свою операцию делала раньше, то ее могли бы сделать малоинвазивным способом. Зайти с трех сторон. И вообще могли сделать напыление, зайти с трех сторон, заменить. А у меня было тотальное, полное эндопротезирование. Это когда большой разрез, ну где-то вот такой вот у меня шов. И при замене сустава мне также разрезали мышцы, которые потом сшивали. И это было очень больно. Очень было больно восстановлением. То есть, когда разрезают мышцы, это очень больно. Поэтому я бы рекомендовала себе, вот какой бы я себе совет могла дать, если бы это было возможно, и другим людям вам делать, не затягивать до четвертой степени. А еще такой очень интересный вопрос был, можно ли лечиться таблетками, кремами и мазями. Ну, конечно, можно. Но другой вопрос, есть ли от этого какой-то эффект. Я потратила огромное количество денег на хондропротекторы, на инъекции Донны, но они мне совершенно никак не помогли. И мне кажется, что это просто огромная индустрия по зарабатыванию денег. Я не верю и не могу понять, как таблетки, инъекции, а тем более кремы могут восстановить сустав. Если начинается дегенеративное разрушение, то я не верю в то, что таблетки могут остановить. У моей мамы сейчас болят колени, и она скупает все, что может, потому что она очень боится делать операции, она не хочет ее делать. И вот она такой скупатель всех этих таблеток, причем самое дорогое нужно купить, потому что, наверное, оно самое хорошее. Но я в это не верю. Напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях, лечитесь ли вы таблетками, мазями, инъекциями, и насколько это эффективно. Может быть, есть люди, которым это помогает. И так интересно, когда у меня болела нога, моя мама так агитировала меня за операцию и говорила, Лена, если тебе болит, надо что-то делать, надо менять. Она такая очень энергичная и предприимчивая. И она меня очень сильно настраивала на то, что надо все-таки что-то делать и менять. И я с ней согласна, все это так. Но когда дело касается тебя, то это архи-сложно решиться на операцию. Я, к сожалению, затянула. Я, к сожалению, получила тотальное эндопротезирование. Если бы я была умнее, если бы я меньше боялась, я бы сделала эту операцию раньше и принесла бы ее намного легче. Но сейчас у моей мамы болят колени. Вот эта женщина, которая с такой легкостью мне рекомендовала и говорила, что если тебе что-то болит, надо брать это делать, менять и улучшать свою жизнь, сейчас не может решиться на такую операцию. Она съездила на консультацию, ей сказали, что ей нужно менять два колена. Но она ходит заниматься физкультурой, гимнастикой. Это, кстати, единственное, во что я верю. Это ЛФК. Это когда при некрозе вы все-таки увеличиваете этот поток крови. Это когда вы разрабатываете свои суставы. Но ни в коем случае не через боль. Если что-то начинает хрустеть, то вы, наоборот, его разрушаете. Поэтому если при упражнениях вы чувствуете какой-то хруст, ни в коем случае не делайте, останавливайтесь. Потому что это будет только разрушать его. Я очень за то, чтобы как-то растягивать свои мышцы, за то, чтобы повышать кровоток. Но, например, если я при своем диагнозе долго ходила, мне начинала болеть нога. И я понимала, что это плохо. Поэтому у меня на канале есть упражнения, которые я делаю уже после замены тазобедренного сустава. И я их выполняю лежа на спине. Тогда нету такой нагрузки веса на сустав. И он тогда мне, в принципе, и тогда не болел, когда я готовилась к операции. И сейчас я эти упражнения очень вам рекомендую до операции и после. Когда уже пройдет полгода. Потому что вы действительно увеличиваете ротацию сустава. Вот так вот отводите ногу, крутите. Но вы лежите на спине. И вы не получаете вот эту нагрузку вашего веса. То есть на полу самые лучшие упражнения. Следующий очень интересный вопрос. Я иногда просто удивляюсь, что такие вопросы могут возникать. Я как-то про это никогда не думала. Поэтому я очень благодарна вам, когда вы мне задаете такие вопросы. Пишите их в комментариях. Я могу расширять свою тему видео. И может другим людям это интересно. В общем, вопрос. Лена, вам врач говорил по поводу вреда для других органов этого протеза. Или он никак не влияет на другие органы. Ну, вообще, мое мнение. И врач говорил, что он никак не влияет на другие органы. Просто вместо вашего больного сустава вы получаете здоровый крепкий эндопротез. И вы как ракета начинаете движение по жизни вперед. Потому что меня вот эта моя боль очень сильно замедляла. Я не могла заниматься ничем. Ни работой, ни семьей. Кроме как вот просто занималась своей болью этой. Ну, это очень интересный вопрос. Круто, что спрашиваете. Нет, я думаю, что это никак не влияет. Я со своим новым эндопротезом рожала. Родила сама дочку. И она весила 4,80 кг. Это очень большой вес. Вот. Но я родила сама. И сустав, ну, он только помогает. То есть все. У вас здоровая нога. У вас полное разведение ног. Вы абсолютно ничем не ограничены. А кто-то спрашивал у меня, не торчат ли какие-то детали. Нет, там ничего не торчит. Там все очень герметично. И оно абсолютно никак не контактится с ребенком. Ребенок отдельно. Сустав крепкий отдельно. Следующий комментарий. Можете выпустить видео про то, что после эндопротезирования тазоведренного сустава нельзя будет делать вообще никогда. Например, каблуки на постоянной основе. Они по редким случаям. Или заниматься танцами. Я занимаюсь танцами. Но это, знаете, не рок-н-ролл, где я подпрыгиваю и постоянно вот так вот получаю нагрузку на свою ногу. Нет. Это такие танцы. Я хожу на латинские танцы. Но я спокойно могу двигать своими бедрами, делать какие-то плавные движения. Каблуки. Я ношу каблуки, но не постоянно. Но я их раньше постоянно не носила. Мне все-таки неудобно. Я берегу свою вторую ногу, потому что у меня там на ней уже тоже есть вторая степень. Она, слава богу, не болит. Но если вы себя отлично чувствуете после операции, можно носить каблуки постоянно. Если вы в них, знаете, так гармонично смотритесь и прям как родились, и у вас легкая походка. Для меня немножко это сложно. Носить каблуки на постоянной основе. И я их одеваю только по особым случаям, когда села в машину, доехала до ресторана или театра. И, ну, то есть не на дискотеку точно. Также приходят не очень приятные комментарии. Я вам зачитаю. Только болтовня – это плохая генетика. Ну, во-первых, я свои видео записываю для людей, для которых это нужно. И вот Нина мне написала такой комментарий. Нина Курбесова. Я вас попрошу не высказывать свое мнение, если у вас его не спрашивают. Если вам неинтересно видео, проходите мимо. Я это записываю для людей, для того, чтобы пролить свет. Я помню, сколько у меня было вопросов. Я помню, что одни врачи мне говорили «не делай операцию», а другие врачи мне говорили «делай операцию». И я в этом вопросе не разбираюсь. Мне хотелось прийти к специалисту и услышать конкретный совет. Вот ты врач, вы там учитесь по 10 лет. Я бы хотела, чтобы это мнение совпадало. А когда тебе в одном месте говорят «Ой, вы знаете, вы такая молодая, сустав служит 10-15 лет, и что вы будете его потом менять?» А что, вы предлагаете мне ходить и мучиться эти 10 лет со своей больной ногой? В общем, я записываю это видео для того, чтобы помочь понять людям и принять какое-то свое решение, немножко разобраться в этой теме. То есть, если вам болит невыносимо, лучше делать операцию. А если вы спокойно ходите, и вам пока не так сильно болит, занимайтесь ЛФК и пытайтесь как-то консервативно сохранять это состояние. Ну, конечно же, у меня на канале больше благодарных слушателей, которые мне говорят «спасибо», кто-то уже сделал операцию. И я очень рада, что я могу помочь хотя бы одному человеку. Я помню, как мне было сложно принимать решение. И, к сожалению, я не могла найти таких видео, которые я записываю сейчас. Также на канале у меня есть плейлист, он называется «Замена тазобедренного сустава». Там больше 30 видео. Там есть видео, какие упражнения я делаю после замены тазобедренного сустава, про падение, можно ли падать с суставом. Я там рассматриваю свой паспорт, и там есть описание каждой детали. Даже про интимную жизнь, когда можно начинать после замены, тоже есть. И есть даже кусочки видео, я вставила прямо в операции. Прямо в больнице, когда мне делали эту операцию. Как я там хожу с такой каталкой, как я лежу, как я готовлюсь к операции. В общем, все это может вам помочь, если вы готовитесь. А я вам, конечно же, желаю не болеть. А если случилось так, что заболели, то с холодной головой подойти к этому, принять какое-то решение и заняться своим выздоровлением. Я буду очень вам благодарна за ваши лайки, потому что таким способом я могу понять, что эти видео, которые я записываю, кому-то нужны, важны и кому-то могут помочь.